Конференцию. Первый на ваш вопрос ответит главный тренер Гомеля, Иван Сергеевич Бионщик. Иван Сергеевич, вам слово первое по игре. Да, спасибо. Что хотел бы сказать в первую очередь. В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, хотел бы поблагодарить стадион, город. Замечательная атмосфера, замечательная культура боления, так скажем. И потрясающие впечатления, потрясающие эмоции. И, конечно, неудачный, не очень хороший тот результат, не тот результат, который мы ожидали. Но, скажем так, такая атмосфера, она действительно не помогает хозяевам. И, конечно, заставляет, наверное, где-то робить приезжую команду. Пожалуйста. Вопросы. Сергей, у всех трибуноконкуса, свистка, команда, согласно центрального культура, какие первые слова? Какие первые слова? Это часть игры, это спорт. Всегда есть команды, которые побеждают, всегда есть команды, которые проигрывают. И слова, обычные слова того, что, ребят, да, неприятное поражение, да, неприятно проигрывать. Но двигаемся дальше и готовимся к следующим матчам, готовимся побеждать. Если говорить, в целом, про игру, кто-то хочет, наверное, спросить про игру. Я думаю, да, как бы не то, что кто-то хочет, я должен сказать про игру. Вот, но если говорить про игру, то да, первый тайм может быть недостаточно ярок, но, тем не менее, моменты создавали, эпизоды создавали, и, конечно, надо было их реализовывать. Во втором тайме, конечно, скажем так, перестроились немножко. Может быть, стоило бы и раньше пристроиться в первом тайме, но перестроились, и немножко акценты сдвинулись. Но, к сожалению, что получили именно со штрафного. Но, опять же, это вопрос индивидуального исполнения, человек исполнил, хорошо забил. Но мне дальше вопрос стал опытности команды именно в организации игр в позиционной атаке. В позиционной атаке, развитие именно позиционной атаке, развитие тех потенциалов, которые игра дает, и тех комплексов, которые игра дает. Тут, конечно, у нас есть определенные проблемы, которые надо развиваться, в которых надо добавлять и использовать. Спасибо, еще вопросы? У нас дома команда много забивает, в гостях второй матч подряд без голов. Нет ли комплекса в КПД? У меня ваши вопросы, без коррежа, просто, есть, честное слово. Я не могу сказать, как понять комплексы. Есть то, что мы приезжаем в гости, соперник, опять же, говорю, то, что та атмосфера, которая сегодня была, она действительно хороший импульс дает для хозяев. И сказать, что есть комплекс, нет комплекса, понимаете. Есть голевые моменты, есть моменты, которые создают команды, которые надо реализовывать. Их не реализовали, да, это действительно так. Не реализовали, скажем так, была игра в Витебске. И в Витебске мы не забили голов, но на то были тоже свои причины, для того, чтобы играть, и после игры в Витебске, что для того, чтобы играть, должна быть адаптная площадка, чтобы комбинировать, чтобы взаимодействовать, так далее, так далее. Тут была площадка, были возможности, эти возможности надо было реализовывать. Но, опять же, повторюсь, для того, чтобы это реализовывать, для того, чтобы те потенциалы игровые, которые создаются, и даже простой пример, опять же, мы на своей позиционной атаке создаем момент, создаем момент, на своей позиционной атаке Мы привозим желтую карточку, потищев промежуточная игра, потищев мяч. Есть промежуточные партнеры, есть адресата штрафной, есть адресата на фланге. И человек пытается через чистоколу ног, левой ногой, через две линии всунуть всю стройку проникающую передачу. К чему она привозит? Она привозит в том, что мы сами не проводим атаку, не реализовываем атаку, не овладеем мячом. А более того, мы еще получаем в себе ответ на контратаку. Более того, мы еще получаем желтую на этом эпизоде. С этим есть проблемы? С этим есть проблемы. Но сказать о том, что проблема, это громко сказано, что это проблема. Это не проблема. Это рабочая ситуация, это становление команды. Это тот процесс, который проходит любая команда. Начиная с чемпионата в Беларуси, заканчивая чемпионатом Испании в Барселоне, или заканчивая Гомель-Брестом, или заканчивая Реал-Мадрид. Любая команда проходит это становление. И мы в процессе, мы как раз таки проходим то становление, которое мы должны атаковать быстро, мы должны атаковать позиционно, мы должны контратаковать, мы должны защищаться, присоединивать, либо участвовать в переходной фазе. Вот эта ситуация сейчас как раз-таки она и есть. Более того, вопросы командных взаимодействий, то, что мы видели в первом тайме, отсутствовала игра, отсутствовала работа с мячом футболиста, когда мы двигаемся с мячом, покрываем пространство, зарабатываем штрафные, сохраняем мячи. Это отсутствовало, потому что вопрос баланса взаимодействия, баланса индивидуальной игры, баланса командных действий, либо групповых. Но, опять же, это процесс, нельзя сказать, что они не хотят, футболисты не хотят, нельзя говорить о том, что мы это не видим, мы не хотим. Всему свое время, поступательно, поступательно идет ситуация. Вопросы надо было заливать, надо было заливать. Через взаимодействие влезли, влезли, индивидуальное действие влезли, влезли. Но вопросы реализации, вопросы исполнения. Так, в общем-то, как исполнил господин Ситяков. Ну, я его поздравляю, замечательно, что вы заливаете. Наверное, после такого вопроса уже не будет, не осталось. Или есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо.